На минувшей неделе Google провел конференцию для разработчиков, называется лаконично, I.O. Extended. Среди прочего, представил новую версию мобильной операционки Android L. С переработанным дизайном, не такую прожорливую до батарейки и более производительную. Это все знают. А вот то, что в Воронеже программистское сообщество пристально за трансляцией следило, игралось очками Google Glass и делилось мыслями и разработками по поводу приложений для умных очков, возможно, нет. Теперь знаете. Вот за что всегда корили Google очки, помимо взятой с потолка цены, так это за неприменимость в реальной жизни. Вот реально, смотреть ленту Facebook или Twitter, рискуя поймать лбом Стоп, тайно снимать видео в общественных местах, чтобы явно нарваться на мануальные неприятности. Встреча воронежских мобильных разработчиков показала, что устройство рано хоронить. Идей масса. Например, встроить в очки сервис, который показывает движение общественного транспорта. Кстати, аналогичный худо-бедно развивается и в Воронеже. Зыркнул в экранчик очков – ага, нужный автобус на подходе вперед. Удобно, ничего не скажешь. Вторая идея – вольное развитие воронежского приложения Park Me Ride. Фотографируешь в очках место, где припарковал авто или оставил, к примеру, нужную книгу с геотегом, конечно, а потом GPS с участием, правда, смартфона поможет нужную точку отыскать. Мысль номер три. Поиск цен на товары в магазинах, например, через Яндекс.Маркет. Приходишь в торговую точку, выбираешь какую-нибудь технику, но возникает сомнение, что там с ценами. Может, лучше поискать где-нибудь еще. По сканированному через Google Glass штрих-коду можно найти в интернете места с оптимальными ценами на товар или доставку товара. Другой вопрос, что мешает рецепиенту дома запустить тот же Яндекс.Маркет и поискать самые выгодные предложения. Мысль четыре. Разнообразные тренировки с очками. Вкупе с нарученными трекерами можно наглядно получать информацию о пульсе, преодоленных километрах, шагах в единицу времени, пройденном маршруте. При этом тренер, если есть, по беспроводным каналам сможет получать на очки сводную информацию по всем подопечным. Ну и напоследок, вольное перечисление остаточных мыслей по поводу городских приложений для Google Glass. Единое удобное расписание кино, температура, воздухо, пробки, парковки, ивенты, новости, информация из свободных источников или от властей, потребление энергии и воды по районам. В общем, такой бы острый и прихотливый ум авторам самих очков и родного программного обеспечения. Кстати, пара ТД – это не просто прекраснодушное мечтание, но и заявка на будущий результат. Осенью планируется масштабный хакофон, участникам которого предстоит воплотить многие из этих задумок в жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова